В 2021 году Ямал вошёл в десятку лучших порождаемостей в стране. Оставаться лидером арктическому региону позволяют меры социальной поддержки семей с детьми. В округе предусмотрено 35 федеральных и региональных мер поддержки. Одна из самых значительных – это материнский капитал. За 10 лет реализации программы его получили 20 тысяч ямальских семей. Наталья и Игорь Шелеповы многодетные родители воспитывают троих детей. Старшие Вики уже 14, а младшему Роме всего полтора года. Наталья рассказывает, государство оказывает её семье серьёзную социальную поддержку. Например, на третьего ребёнка ежемесячно выплачивают пособие порядка 16 тысяч рублей. Осенью помогли собрать школьников к новому учебному году, выплатив материальную помощь как на региональном, так и на федеральном уровне. А в прошлом году при выписке из роддома вручили подарок малышу Ямала со всеми необходимыми вещами. Это очень хорошая помощь на первое время. То есть, если раньше с рождением старших детей я закупалась от и до, и, естественно, какие-то моменты я всё равно упускала и приобреталась уже по ходу дела необходимости, то сейчас, когда я получила этот набор, и я что-то забыла приобрести, я открываю этот набор и понимаю, что там есть всё. Абсолютно до мельчайших моментов всё продумано. Всё-таки самой основной мерой поддержки Наталья считает материнский капитал. С помощью федеральной выплаты на второго ребёнка семья купила двухкомнатную квартиру. В этом году оформили сертификат на 500 тысяч на младшего Рому. Теперь уже в рамках окружной меры поддержки. Благодаря чему совсем скоро Шелеповы справят новоселье в новой трёхкомнатной квартире. Подала документы на региональный материнский капитал я буквально недавно, когда мы задумались о расширении жилплощади. В моём понимании у каждого ребёнка должно быть своё личное пространство. И когда деток много, а места мало, конечно же, это получается не очень хорошо. Кстати, ямальские семьи получают самый большой материнский капитал в стране. С прошлого года сумма выплат на третьего и последующих детей увеличилась до полумиллиона рублей. А при рождении второго ребёнка родители получают 150 тысяч. К слову, в этом году капитал стал ещё доступнее ранее, чтобы получить меру региональной поддержки. Необходимо было на момент рождения малыша постоянно проживать на Ямале не менее пяти лет. Сейчас этот период равняется одному году. Ещё одно нововведение, которое вступило в силу с января 2021 года, это то, что в отношении детей, рождённых с 1 января 2021 года, свидетельство на региональный материнский капитал будет выдаваться только при условии, если государственная регистрация факта рождения ребёнка была осуществлена в ЗАГС автономного округа. Данное требование распространяется на тех женщин, которые выезжали за пределы Ямалинского автономного округа на период беременности и родов по направлению медицинской организации. Направить средства поддержки можно на получение медицинской помощи родителями или детьми, как в России, так и за её пределами, а также на улучшение жилищных условий на территории округа. С сентября этого года ямальским семьям разрешили направлять маткапитал на покупку или строительство частного дома, в том числе и в деревянном исполнении. Главное условие, чтобы он не был аварийным. Инициаторами этого нововведения стали жители округа, которые неоднократно просили расширить возможности регионального маткапитала. На мой взгляд, это очень важно, потому что особенно для жителей нашего Ямала, сельских территорий, приобретать вот этот жилой дом, подчёркиваю, в некапитальном исполнении. Если семья планирует приобретать квадратные метры в многоквартирнике, стоит обратить внимание, что согласно окружному законодательству, такой дом должен быть только в капитальном исполнении. Кроме того, необходимо учесть и ещё один нюанс. Воспользоваться сертификатом возможно по истечении 12 месяцев с даты рождения ребёнка. Но есть и исключения. Например, если семья купила недвижимость в ипотеку ещё до рождения ребёнка, то распорядиться свидетельством можно и не дожидаясь года. В целом, я довольна. Я довольна помощью от государства. Мне этого, лично нам, нашей семье, этого хватает. Эта помощь, она очень приятна, она помогает. Добавлю, что закон о материнском капитале действует в автономном округе с 2012 года. За это время в Муравленко выдано 1089 свидетельств. Распорядились средствами 444 семьи. Алёна Гафарова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.